всем привет ребята ну что у меня телеграм-канал весь чат в этой зафлуден уже этим видосом про трех дагестанцев которые сбили парня в метро который заступился за девушку сделал она им замечание и понеслось весь директ тоже им забит в новостях смотришь уже во всех пабликах выкладывали этих уже типов задержали вот мне пишут миш скажи дай оценку давайте что-то делать во первых уже делается у нас уже ребята с моего телеграм-канала поехали проедут сегодня в больницу к этому парню и след за ситуацией чтобы там менты как говорится как всегда не начались вот эти движухи занесли денежку менты забыли но сейчас суть в чем каждый раз когда я говорю о таких видосах меня сразу быстренько нарекают нацистам фашистам националистам для людей которые это пишут для них эти слова означают все одно и то же но это ладно безграмотность это дело каждого вот имеют что что вы что сказать поэтому видео ребята эти ситуации они происходят каждый божий день но что это означает я не буду комментировать саму ситуацию там все понятно я могу сказать одно ребята это означает одну простую вещь всем нужно заниматься контактными видами спорта всем нужно быть более-менее вооруженными я не говорю про оружие там прям бабах по крайней мере баллончик шпага газовый баллончик шпага который лосей валит реально быков валит у вас кармане всегда должен быть в машине всегда должен быть и обязательно мужики и мужчины ребята мальчики нужно заниматься контактными видами спорта чтобы можно было уметь что ты умел запасить постоять за себя понимаете это раз во вторых помогаете друг другу ну пожалуйста мы помогаете друг другу если бы там в этом вагоне метро нашелся бы хоть один нормальный крепкий парняга эти трое бы отхватили по полной почему потому что я посмотрел видео их допрос состоят для 3 додика ну реально 3 додика там бы другой еще подошел они бы их развалили там любой физически подготовленный он бы развалил их потому что он стоят три типа конкретных понимаете они среагировал никто все силе и на камеру снимают никто не среагировал и наш это пошла вот эта движуха сейчас бороды блять по отращивали себе наши пацаны и все мужик бороду отрастил мужик а потом вот это вот ой 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 почему это произошло да потому что физически не подготовлены не подготовлены физически морально и духовно не подготовлены надо готовиться вы видите времена какие уже настают у нас повторяется 2010 год я говорю я блять я с угорая с наших властей вот по полной но они же сейчас манежку схлопотают вторую два счета уже прям чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось начнется манежка номер два они все что-то тянут давайте мигрантов еще завезем давайте завезите еще три миллиона мигрантов что вообще уже без начался полнейший поэтому еще раз ребята пожалуйста занимайтесь спортом будьте в состоянии объединяйтесь помогаете друг другу не проходите мимо и обязательно обязательно хотя бы с собой баллончик должен быть чтобы ты никого не убил но подлетел одному в лицо для другому в лицо третьего бить начал все что поделаешь ну что поделаешь если вот так происходит смотри сидеть свои как парня забивают толпой там безумие блять они там на видео в метро не то ли пьяный то ли лирикой обожратые у него глаза безумные были один держит другой бьет нет никого не подпускают ну а в смысле кого кого они подпускают никто там особо-то и не кинулся все только ой-ой-ой прекратите надо было с разгону залететь туда с ноги блять и давай с ними лупиться чё делать по крайней мере тот пацан бы еще встал может помог бы там короче там ситуации много разных вариантов много но факт остается фактом ребята поэтому вот эти видосы типа ай-яй-яй 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 сидеть их обсуждать ничего их обсуждать надо делать что-то надо что-то делать вот ребята из моего телеграм-канала по крайней мере сейчас буду следить за ситуацией чтобы менты там не слились ну в телеграм-канале будем всех держать в курсе